После пандемии специалисты отметили рост спроса на франшизы. Отраслевые эксперты говорят, что участники таких сетей пострадали от кризиса в меньшей степени. Российская ассоциация франчайзинга даже в кризис заявляла, что в 2021 ожидается рост сегмента на четверть. В ближайшие три года утроение сегмента. Сейчас в стране примерно полтора процента от всех МСП работает по франшизе. Точных данных по Пирамскому краю в профильных ведомствах, к сожалению, не приводят. Как сегменту удалось пережить кризисы и какие перспективы у этого рынка, в том числе в регионах, сейчас обсудим с гостем. На видеосвязи с нами Алексей Войтов, член совета МСП, консультант по франчайзингу из города Смоленск. Алексей, приветствую. Всем привет. Спасибо большое, что нашли время. Алексей, насколько я знаю из ваших соцсетей, вы сейчас в Москве находитесь и были на встрече с министром экономического развития России Максим Решетниковым. Можете из первых уст рассказать, что прозвучало вообще? Да, только закончил встречу. Вот прямо из Минэкономразвития бегом побежал искать уютный уголок для общения с вами, нашел среди пальм. Пообщались по поводу восстановления экономики и МСП после кризиса, о тех мерах, которые были эффективны или неэффективны. И в том числе затронули тему франчайзинга. И одним из лейтмотивов звучало то, что форма франчайзинга более устойчива к выживанию в таких условиях, которые мы все вместе пережили. Управляющая компания франчайзинг – это некоторый зонтик. Зонтик, который прикрывает большое количество МСП и предпринимателей, находящихся под опекой как раз-таки франчайзинговой компании. Сейчас к франчайзингу перейдем буквально еще коротко. То есть озвучены, возможно, были какие-то, что прорабатываются новые сейчас меры. Ну потому что все равно кризис, пятая часть, по-моему, бизнеса не пережила в России. Очевидно, что будут какие-то новые меры и помощи субсидии бизнесу. Озвучить их, к сожалению, точно не могу. Но какие-то меры поддержки будут. Сейчас мы вышли уже, экономика вернулась к докризисному уровню, вышли на некоторое плату. И сейчас задача уже самого бизнеса за счет эффективной работы продолжать дальше рост экономики. Ну да, да. Лишь бы не было второй волны, как сейчас все говорят, малый и средний бизнес. Да, спасибо. Понятно. По франчайзингу, наверное, самый первый у меня вопрос. Вообще, действительно ли Forbes писал в том числе статью, что франчайзинг как будто бы лучше пережил кризис? Действительно ли это так? Меньше игроков ушли с рынка. Как вы видите? Да, это действительно так. Я тут могу сказать на личном опыте. Я действующий владелец франшизы. Причем франшиза, которая пострадала больше всех. Это сфера общепита. У нас сеть суши-баров. И у нас в пандемии не только не закрылась одной точкой, а мы несколько новых франчайзи открыли в городе Беларусь как раз. И сила франчайзинга и сети в том, что управляющая компания за счет своих кадров, за счет сильных мозгов, которые находятся в управляющей компании, помогает как раз таки франчайзи с их проблемами на местах. То есть мы общались с торговыми центрами, помогали добиваться сужения аренды. Мы оказывали маркетинговые услуги бесплатно, чтобы наши франчайзи лучше выходили из этого кризиса. И повторюсь, ни одной точки не закрылось. И у моих коллег по цеху, даже в тех отраслях, которые пострадали еще сильнее, тем не менее процент закрытия значительно меньше, чем просто в отдельных региональных игроках. То есть вообще это в принципе, ну вот большинство владельцев франшиз так делают. То есть, грубо говоря, на все точки распределяют свою конституционную поддержку, какие-то, возможно, даже снижение этих платежей, отсрочка этих платежей ежегодных. Да, конечно. Мы четко, как управляющая компания, понимаем, что здесь сейчас пандемию сложную в военное время, как мы говорим, необходимо полностью включиться, пережить месть за счет общих сетевых ресурсов. То есть у нас были еженедельные созвоны, такие горячие линии, знаешь, с франчайзи, на которых мы штурмили, как мы будем совместно решать вопросы, ну, сложные, возникающие перед нами новые вызовы с ковидом. И, безусловно, использовали максимально ресурсы управляющей компании на решение проблем франчайзи. Четко понимая, что когда мы из этого выйдем, возможно, наши же партнеры, и мы сами станем еще сильнее. За счет того, что мы оптимизировали какие-то бизнес-процессы, за счет того, что снизили госты. И все это возможно в рамках как раз большой сети, где есть лучшие кадры и есть большая команда, которая работает на благо всей сети. А вообще есть удачные примеры сейчас в этот кризис, когда власти регионов поддерживали именно вот этот сегмент франшиз. Ну, потому что я знаю, что власти Москвы и Подмосковья там сделали, ну, чуть ли не обнуление вот этих ежегодных платежей, там, роялти и так далее. В других регионах, по-моему, такого не было. Ну, вот, например, в Пермском крае, я узнавал, у Минэка, у Минпрома каких-то специализированных мер поддержки не было. У кого здесь можно поучиться? Ну, вот Пермскому краю, например. Действительно, Рустам, ты прав. В регионах, которые поддержки мы не увидели. Более того, скажем, франчайзинг не попал в список пострадавших, да, отросли по Акведу судят. Поэтому здесь мы только за счет нашего интеллекта и ресурсов решали вопрос. К сожалению, каких-то субсидий для франчайзинга не было. Хотя этот вопрос мы сейчас на встрече поднимали о том, что наша задача, и в том числе и Министерство экономики, чтобы как можно меньшее количество МСП закрывались. В этом случае франчайзинг является как раз-таки гарантом, некоторым гарантом того, что МСП с большей долей вероятности переживет кризис. И мы говорили о том, что франчайзинговые сети необходимо поддерживать различными субсидиями либо какими-то финансовыми инструментами на открытие новых франчайзинговых сетей и тому подобное. То есть сейчас эти вопросы прорабатывают. Нет пока такой какой-то обратной связи, что такая поддержка будет? Нет пока такой уверенности, что она будет? Пока уверенности нет, но тем не менее Максим Геннадьевич сказал о том, что вопрос поставлен на контроль и его рассмотрят. Я очень надеюсь, что вся отрасль франчайзинговая, что именно так и будет. Спасибо за такое. Вот это прогноз, который озвучила Российская ассоциация франчайзинга, что в следующем году рост работающих МСП по франшизе вырастет на 20-25%. Действительно ли это так? Потому что все наоборот думают, что на тех же хотя бы уровнях остаться год-два и даже может быть три. А здесь рост на 25%. Такое может быть? Я думаю, Российская ассоциация франчайзинга несколько даже занизила и перестраховала свой прогноз. Если мы говорим о ежегодном росте франчайзинга в мирное время, то это 15-19%. Что происходит сейчас? Почему РАА говорит о таких цифрах? В марте этого года появился налог на вклады свыше миллиона рублей. Те люди, у которых было огромное количество денег на счетах, эти деньги забрали. На июль месяц это было уже 2 триллиона рублей по сведению Центробанка. И, соответственно, это те деньги, которые ждут своих инвестиций. Да, кто-то купит технику, кто-то купит машину, кто-то там вложит золото, платину, а кто-то захочет вложить в реальный бизнес. И в этом случае как раз-таки будет вкладывать франшиза, потому что франшиза, скорее всего, гарантирует более качественную работу и, естественно, гарантирует более высокий процент, чем банковский. Сейчас вложение в депозит это 4%, при этом даже меньше. А франшиза готова обеспечивать рентабельность от 15 до 20%. И, естественно, это становится прям лакомой инвестицией. Это выше, чем, скажем, процент по каким-то инвестиционным пакетам, там, облигациям, акциям. И именно на это делает РАФ ставку. Плюс сейчас идет восстановление экономики. Это очевидно восстановление потребительского спроса. И как раз сейчас идет традиционный сезон франшизинга. Это осень-весна. Получается, у нас складывается несколько факторов. Сезон франшизинга. Вот эти самые кубышки, которые будут раскрываться, и инвестор будет искать, куда вложить деньги. И, соответственно, вот этот ряд факторов. И плюс еще освободившиеся ниши. Да, кто-то закрылся, те слабые региональные игроки закрылись. И на их место будут приходить как раз-таки франшизы. Вот эти три большие фактора как раз-таки приведут, скорее всего, к взрывному росту франшизинга. Если мы посмотрим... Да, Алексей, какие отрасли будут в топе? Потому что если там до кризиса мы все видели, что, наверное, общепит по франшизе самый быстрорастущий был сегмент, самый объемный. В пандемию тоже остался общепит, естественно, с доставкой различной лаборатории. То есть что сейчас? Какой сегмент выбрать человеку, кто потенциально хочет в это инвестировать? Просто там не поверишь, но общепит был популярным и стал еще более популярным. Только в нашем регионе, в Смоленске, за время пандемии открылось порядка пяти доставок суши и пиццы, когда, казалось бы, все закрывались. Сейчас, естественно, тренд доставки, он огромный. Все заведения общепита научились и переключились на эту модель. Естественно, все больше франшиз появляется в этой отрасли. Мы видим, что доставка пережила Ухань, доставка пережила изоляцию, доставка пережила все. Но, естественно, общепит здесь растет. Второй тренд – это образование. Безусловно, пандемия показала кризис классического образования, кризис школьного образования. И необходимы новые современные формы онлайн-образования. И здесь уже появляются франшизы, франшизы за франшизой. Sky English запускает свою франшизу, там, школы математики. Появляются школы программирования, школы блогинга, школы русского языка. И все это на модель франшизинга идеально ложится. И третий… Время заканчивается, Алексей, буквально… Давай, давай, давай. Давайте тренд, я последний… Да, и третий тренд. Что выжило, что выросло прям очень сильно в пандемии – это еще рынок фастфуда. Потому что торговать собой можно было всегда. И многочисленные места цена на объекты футраки появились. И очень сильно этот сегмент вырос. Сейчас мы видим рост на части очень бурный. Да, да, да. Последний вопрос. Вот, например, вот для такого города-миллионника, там, как Пермь, любые франшизы подходят? Или здесь какую-то специфику нужно учитывать, ну, там, возможному инвестору? Опять-таки, три этих тренда, они также распространяются? Учитывая специфику городов-миллионников, у них действительно огромная такая конкуренция, да, сумасшедшая на рынке доставки, и фастфуда, и вообще ритейла. То в рамках миллионников я бы все-таки искал бы франшизы в сфере онлайн, в сфере онлайн-образования, в сфере онлайн-IT-продуктов, которые легко масштабировать с минимальными затратами на, там, аренду недвижимости, персонала и так далее. Отлично. Спасибо. Спасибо за ваш прогноз, за ваши оценки. С нами был на связи Алексей Войтов, член Совета МСП, консультант по франчайзингу из города Смоленск. С вами был Игорь Негода.